Беги или умри. Это не название очередного фильма ужасов, а опасная игра для подростков, которую сегодня активно обсуждают в соцсетях. Пользователи предупреждают, что дети якобы по спорю перебегают дорогу перед едущими машинами. Что это реально стили фейк, Ксения Кузнецова выясняла. На объездной дороге Дружба вокруг Коркина уже ничего не напоминает о случившемся. Замерзшую кровь на дороге смыли проезжающие машины. Но невольный очевидец Артём Заболотнев хорошо помнит, что в тот день с товарищами возвращался с уроков. Один из шестиклассников пробежал прямо перед едущим автомобилем и в то же мгновение оказался под колесами. Мальчик выжил и был доставлен в больницу со множественными переломами. Машина ехала оттуда. Я ушёл в фонаря, но уже мальчик был сбитый и лежал он там. В интернете появились слухи, якобы так теперь развлекаются подростки всей России. С конца января в соцсетях и мессенджерах массово появляется предупреждение об опасной игре «Беги или умри». Судя по постам, хэштегам и заметкам СМИ, забава популярна во многих российских городах. Астрахани, Екатеринбурге, Красноярске, Смоленске, Оренбурге. Пользователи пишут, по правилам ребёнку нужно успеть пробежать дорогу перед приближающейся машиной максимально близко. Финала два. Либо ты успеваешь перебежать, либо погибаешь. Водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги. И учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колёса. Репошь, чтобы как можно больше водителей были в курсе. Так мы не только спасём жизни детей, но и всю нашу семью обезопасим. Проведите беседу с детьми. Кажется очень странным то, что хоть все и говорят о невероятной популярности этой игры, официальных подтверждений её существования нам найти не удалось. Филипп Старухин администратор нескольких крупных челябинских автосообществ. Никаких жалоб от водителей на несущихся на перерез детей мужчина не получал. И не видел ни одной записи видеорегистратора. Если бы это было популярно, это был бы уже весь Ютуб этим заполнен. Блин, везде много бы. Ну, когда что-то популярно, они бы на стенах это где-то писали. То есть, ну, так было бы видно. Кажется, отрезвее многих оценили ситуацию и назвали массовые рассылки об игре вирусом в областном ГИБДД. Никаких данных о резком увеличении количества сбитых подростков у инспекторов нет. С начала 2016 года в области произошло 28 ДТП с участием детей. В них пострадали 5 несовершеннолетних пешеходов по своей неосторожности. А за аналогичный период этого года в ГИБДД зафиксировано 24 аварии. В них пострадавших детей пешеходов меньше. Трое. Сомнительные сообщения об игре рассылают в основном группах для родителей. Психологи уверяют, мамам и папам важно не поднимать панику и не распространять фейковые записи дальше. Если же родители переживают за ребенка, стоит обратить внимание, на какие страницы в интернете он подписан. Нет ли там подозрительных сообществ, которые подростков призывают рисковать жизнью? Ну если такая ситуация складывается и родители уже увидели, что действительно ребенок сидит в таких группах и его уже туда вот прям действительно затащили, то тут не нужно там деликатничать, а нужно прямо разговаривать о том, что вот я видела у тебя такую группу. И да, мы идем к психологу. Мне нужна в первую очередь помощь. Мне нужно успокоиться. Мне нужно понять, что с тобой все нормально. В Магнитогорских школах на всякий случай уже проводят профилактику подобных опасных развлечений. Психологи говорят с подростками о ценностях, пытаются объяснить, что главное в жизни – сама жизнь. Сегодня нам рассказали, как добиться успеха, рассказали о жизненных ценностях. Ну я считаю, что такие классные часы полезны для того, чтобы понять, чего именно хотим мы добиться и как это правильно сделать. Кто первым создал фейковые сообщения и дал название игре «Беги или умри» отследить невозможно. Но совершенно точно побеждает тот, кто в нее не играет. Ксения Кузнецова, Павел Клементьев, Дарья Арзамасова, Егор Суканов, ОТВ.